Счастливые семьи Она для каждого человека своя Ее ни с чем не спутаешь Ее за деньги не купишь Она или есть, или ее нет Но точного определения Не скажу, не знаю Вот примерная схема рассуждения человека О любви, о счастье в семье Об этом мы и поговорим Сегодня с семейной парой Известным музыкантом Лидером группы Дюна Виктором Рыбином И его очаровательной супругой Популярной российской певицей Натальей Сенчаковой Вы смотрите программу Семейное счастье Я ее ведущая Елена Север Здравствуйте А дело К ночи, тело, к ночи Ты мне нужен очень-очень Чтобы было настроение И не только воскресенье Дело к ночи, тело к ночи Не любить тебя не лень Может быть и каждый день Дело к ночи, тело к ночи Ты мне нужен очень-очень Чтобы было настроение И не только воскресенье Дело к ночи, тело к ночи Ты мне нужен очень-очень Мне любить не лень Есть слова такие Предчувствия Его не обманули В мультике даже Да-да-да Сейчас пролется Че-то кровь Ну хорошо Хотя бы когда увидели друг друга Первый раз Было предчувствие Что может быть действительно Вы столько времени Проживете вместе Думаю, что ни у меня Не увидели Да ни у кого нет предчувствий Никаких Мой муж, мы 20 лет уже вместе Он говорит, что у него с первого взгляда Вот он понял, что так Поэтому почему я спрашиваю Он провидится у вас Или консерватор Да, консерватор Может быть Наталья, а как вообще получилось Что вы оказались на одной сцене С группой Дюнер? Не на одной сцене Я была за сценой За сценой, да Нет, ну просто в одном концерте Да, в одном месте Ну, наверное Потому что Я не знаю Но я подтанцовывала Он пел А я подпевал Да, а раньше не так много Да и сейчас, в общем-то Нет таких больших концертов Много, правильно? То есть есть какой-то большой концерт Собираются все, кто есть Вот так и так И когда там появляется Какой-то новый персонаж Как в рассказе Дама с собачкой На набережной появилось новое лицо Дама с собачкой Также в этой ситуации Мы были новое лицо Группа Дюна Потому что Наташа Она работала до нас На сцене То есть она раньше начала Ну только в танц... Так сказать В танц... Как это сказать-то, Господи? Танцевала как? Да, танцевала Хотела сказать В плане Нет, она не подтанцовала Она танцевала в танцевальной машине У Шубарина Сначала, да Вот поэтому... Это был приработок Более логичное появление было там ее А потом появление наше Но никто не расписывает Никакие схемы Как шикарный этот фильм Есть про двери Этот американский Когда там... План План такой нарисованный План, люди встречаются или нет Видимо Про нас это прописано не было То есть такой план Ну я говорю Как бы случайное стечение обстоятельств Да? Но вы даже не знали Кто такой Виктор Рыбин Или знали? Вы знаете Только когда уже объявили Я вспомнила Что мы видели клип У нас просто телевизор сломался И несколько месяцев не работал А их очень часто крутили Поэтому Конечно бы Если бы у нас был телевизор Я бы сразу, конечно, узнала А так Я только вспомнила Что видела Поэтому, может быть Оно даже лучше было Так что В общем-то Но когда мы увидели Мы сразу вспомнили Я точно не знал Такая Наташа Ну откуда? Мне не показывают Виктор Рыбин Если бы я, наверное, знал Как сейчас происходит Это, скажем Встреча и знакомство У некоторых людей Которые Ну известные Да? Более-менее То Там уже заранее понятно Что в этом Союзе Что-то не то Все равно Вот Что-то не то Виктор Ну сказать про вас Что вы такой Обычный Ординарный человек Конечно нельзя Потому что Одна ваша кепка Чего стоит Это вами такой образ Придуманный? То есть Кепка какая? В которую я сегодня пришел? Нет В которую вы Как раз Начали свою карьеру Такую Именно в Дюнах Знаете Это случайно было Это Опять же Лизет кинофильм До сегодня Нет Семь строков Одна девушка Выбирает Чего? Говорит Глава мерзнет Видимо мерзла Да Хотя Нужно было Нужно было Какую-то Непонятную стрижку На голове Которая Диктовалась Временем То есть Платформочка Она называлась Мы все ходили Там В зал Не-не-не Платформочка Это платформочка была Мы ходили в зал В качалке Качались все Но я посчитал нужным Что с такой прической Все-таки на эстраде Появляться не стоит И одел Поэтому Как головной убор Который был ближе всего Потому что Валера Наш гитарист У нее были длинные волосы У Сережи У Катина Тоже длинные То есть Это был нормальный Образ музыканта Вот Но потом я так понял Что В общем-то Можно и платформу оставить Это будет нормальный Образ современного Музыканта Но запомнилась именно шапочка Да Она была ярко-розового цвета А вы знаете, что там было написано? Что? Там просто были написаны женские имена Да Многие Она потерялась Штучек, наверное Пятьдесят Женских имен Это надо было как религия Сохранить Изучал имена такие Там были чудные-чудные Всякие Ну Наташка тоже было там имя Было-было, да Одна, по-моему, только Одна Наташка? Да Ну там несколько Без фотографии Повторяюсь Наташ, ну вы, наверное, как любая девочка Мечтали о принце Наверняка, да Получилось, что влюбились в человека Который такой на сцене Образ, наверное, больше провинциальный был Мечтала о принце на коне На белом, да На белом коне На пароходе На пароходе На велосипеде Да Ну у тебя была машина У него была машина Нет, просто чем все-таки привлек вас, Виктор? Ну юмор, наверное Юмор был такой неординарный Поэтому я сначала даже не понимала его Раз что-то скажет Я такая Меня прибило А потом я стала как-то прислушиваться Ну смешно было, да Конфетки, тортики Девушка Наташа попала сразу в мою жизнь Что? У нее было знакомых мало Ну да, что я приехала Круга общения не было такого Знаете Она сразу попала в другой совершенно мир Не имеется в виду в мир популярных музыкантов Мы не знали, что мы популярны Да, если не соображали Мы не понимали Вот, она просто попала в мир моих друзей Моих знакомых И все И он значительно сильно сразу расширился Намного То есть практически это все Подмосковье И вся Москва Вот сразу А вы помните ваш первый какой-то конфликт серьезный? Вот было такое ощущение, что мир рухнул? Или такого нету запоминания? Именно конфликт Ну когда я его хотела ударить сердцами Расскажите Шеф, все пропало Шеф, все пропало Катастрофа Ну это уже было именно Конфликт был чисто такой Профессиональный Ну кто вас первый идет на примирение? Да не был у нас конфликт Да, это не конфликт У нас был один раз конфликт Один раз Вот один такой вот Который можно назвать конфликтом Это не бывает Когда я говорю, я уезжаю Она бреешь Она говорит, я уезжаю к маме Я говорю, на паспорт Он там лежит Забирай Я такая Вы пошутили, да? Ну не знаю Ну видимо что-то там в голове у меня Никто не помнит из-за чего Просто было снижено Слишком давно было, да Это было снижено Вы не ссоритесь вообще? Ну так, можем чуть-чуть Ну так, повздорить Да, ну это ни во что не развивается вообще И ни в молчанку, ни в какие-то там А вот ты А ты Конечно, кто-то на кого-то там Может и прикрикнуть Да, конечно Прикрикнуть или еще что-нибудь Ну это было бы очень совсем приперно и сладко Ну это заканчивается А за 20 лет какие-то семейные традиции? За 22 За 23 Да, да У Витя 23 У него Год наступил 2013 И все Значит 23 Хорошо 22 было Я согласна Давай считать так Значит давай считать А, да Мы по-разному всегда считаем Мы знакомы в 90-м году Значит в 2013 мы знакомы в 23 года Все Все, хорошо Вот математика вещь такая Я так просто углубила Хорошо, за 23 года Какие-то Вы уже сложились семейные традиции? Ну они у нас Вот вы не изменяете там Может быть Новый год Еще какие-то праздники Ой, я даже не знаю Какие у нас традиции Традиции вместе быть Да Такие вот у нас маленькие традиции То есть Да И больше с ребенком Наверное связаны Они не имеются Как-то что-то Ну мы не хотели бы об этом говорить Это такие семейные Так же как у вас Видимо в семье тоже есть Ну больше связаны Как с ребенком А каких-то больших традиций Ну да Потому что у кого-то бывает Ужины должны все обязательно вместе собраться То есть Ну вот у каждого Да нет Это сложновато Это так редко бывает С вашим графиком Нереально Да нет Просто у каждого свой график Скажем так Ну по крайней мере Ужины мы с Витей в основном вместе А ребенок никогда с нами не ужинает Поскольку мы коллеги по работе Поэтому у нас график одинаковый Да Жизненный Имеется в виду Мы в одно время спим В одно время кушаем Вообще не остаетесь никогда Не ну можно Ну если Ну если Ну если Ну если Нет ну вообще Получается что На гастроли вместе Да дома вместе То есть На отдых вместе Ну почему Ну в магазин Мы едем вместе на гастроли Нам говорят Ой вы наверное не хотите расставаться Я говорю Да мне лень работать Весь концерт просто Так Наташа полконцерта Я полконцерта Так легче Хорошо Вот если честно Если все таки Наташа с вами не ездила И вы бы не были Все время там Вместе Да вот на гастролях Именно То удалось бы сохранить семью Как думаете А смысл это не ездить вместе Ну вот А то есть для вас даже выборы А у нас даже Как-то мы даже не представляем То есть это совсем была бы Другая семья И другая ситуация Значит другая семья То есть все Другие отношения Наверное как-то все было по-другому То есть у вас это было Как скажем Даже ну не условием Но в общем Договоренность Не просто так сложилось Не все сложилось Какие могут быть договоренности Если в шкафу Одни спортивные штаны Одна майка А у нее одна юбка Из кофты сшитая И один пиджак А вроде мы звезды Да Ну по нынешним понятиям Вот так вот сейчас Представляют Ну что Ну ничего Какие у нас договоренности День прошел и во Да Наступил еще лучше Да на завтра планировать Если нормально начался Хорошо не было мобильных телефонов Никто никакой гадость Не мог тебе сию минуту сообщить Это да Поэтому если была какая-то проблема Она до тебя доходила письмом И чем-нибудь еще И поэтому Или вообще где-то затеряется Поэтому день Если начинался хорошо Так значит Мы знали что Мы постараемся Чтобы он и закончился хорошо Этот день Так не высчитывали А что-то планировать Бессмысленно Хорошо Возвращаясь к началу вашей карьеры Виктор Вы мечтали о сцене в детстве То есть вы Как же Думали Да Ну вы же на ударников играли Играли Я на всем играл Почему тогда именно выбрали вокал Все-таки в конечном Если на всем играли Некому петь было Нет на самом деле Серега говорит Я петь не буду Я говорю Ну тогда я буду Он говорит Да ты не умеешь петь Я говорю А что делать Кто-то должен петь начинать Вот Да и Серега нормально поет И я для нашего стиля нормально пою То есть это все в порядке вещей Поэтому тут никто не выяснял Ситуация за нас Все время Как бы вот В течение обстоятельств А про дактона кто-то пел у вас Или вы не знаете Я имею в виду там Ну не знаю Не ну мама бывало Как вырежут чуть-чуть С теткой Как начнут Вот у стола Но это тоже надо Ромашки спрятались Не ну конечно Мама мне танцевала в хоре Пятницкого А вот Вот не знаю Пела она там Во время танцев Или нет Ну танцевать Сама я тоже танцевала Да Наташа А вы бы все-таки Стали петь Я так понимаю Что Виктор был инициатором Да Чтобы вы стали петь Если бы не он Вы бы подумали об этом Ну не Я конечно об этом тоже думала Но не серьезно Скажем так Конечно Ведь Как-то Опять-таки Все сложилось Вот само собой Давай попробуем Ну попробовали Он сказал Давай попробуем А вот допустим Ну так бы сложилось Нет Я как-то в разговоре Ну что-то говорила Что вот хотелось бы петь Танцевать Абсолютно не намекая Ни на что Потому что это сейчас Уже знают Что надо намекнуть Кому-нибудь там сказать И продюсера найти Это было просто Чисто в разговоре Может быть Какие-то детские воспоминания И все Существует Существует Определенная там схема Сейчас Да И она существовала В общем-то И практически всегда То есть Если Девушка Знакома С мужчиной Да И Они где-то Оказываются в ситуации Где вот Поют Это я не говорю Что оба музыканты Нет Вот девушка говорит Вот я хочу петь Ну это обычная ситуация И богатый дядя Начинает выкладывать деньги За эту девушку Она хочет петь Они пишут там Песни какие-то Что-то такое Ее пытаются куда-то продвинуть В результате Все нафиг заканчивается Все Деньги заканчиваются Не-не-не Просто Мужчина смотрит Что это конечно Йоксель-моксель Куда я выливаю деньги Одна прихоть Здесь немножко Все по-другому Я музыкант Наташа Человек творческий И когда Мы Тогда все было интересно Это был эксперимент Все экспериментировали Вообще В общем ансамбле Дюна Был эксперимент А тут Наташа еще Говорит Давай поэкспериментируем Так даже не было там Продюсер Кто-то еще такой Знаете что-то такое Решили в девичьем варианте Сделать Дюну Я ее спросил Ты петь можешь? Я ее спросил Она говорит Я не знаю Я попробую Но я говорит Хотела петь Я всегда хотела петь И танцевать Одновременно На самом деле Такой знаете Вариантешный видимо Вариант такой Я передачный Я говорю Давай пробовать Я боюсь Я привожу Другую девчонку Ну там же у меня Приятели в этом Мираже и так далее Она пишет Я говорю Будешь рот открывать? Я смотрю Да И я все Говорю Не Я говорю Будешь рот открывать Под нее? Ну я так Откуда я знаю? Да-да-да-да Вот Нет не буду В слезы Я говорю Тогда все Поехали Тогда начинаем С материала Учиться Тогда учиться Все Учиться Вот они с Леоней Агутиным Вместе ездили К преподавателю Заниматься К Лене Базовой В это вот Гнесинское училище Вот А петь Если ты не умеешь Ты не научишься Надо научиться дышать Самое главное Чтобы держать ноту ее И все Если ты не умеешь Там держать ноту И Ну имеется ввиду Тональность Да Если у тебя его нет Ты петь и не будешь Никогда И не научишься Я посмотрел Через год Дышать научилась Все Леонид Петрович Леонид Петрович Дербенев Очень к нам хорошо Относился Вот И вот этот набор Такой первых песен Ее это был Да такой очень удачный Автор был Потрясающий То есть Дербенев Который И соответственно Своими знакомствами Наташи На телевидении Для меня эти программы Были закрыты А для нее нет Утренняя почта В девяносто первом году Вы понимаете Там в девяносто Шире круг Вот эти все программы Такие Споемте друзья Для меня это было Во Нет Это было Понимаете Это потом уже Через тебя Наташа А в детстве Виктор был хулиганом А у вас были Какие-то лидерские Качества Или вам лучше Так сказать Нет Нет Я в общем-то Подчиненный Такой Я нет никогда Я достаточно Скромная Такая Послушная Но Виктор до сих пор Хулиган Да по-моему Остается Ну бывает Но он веселиться любит Да не был я хулиганом Все Дворовый Дворовый ребенок Все в тюрьме сидели Потом Или там На зоне На малолетней Ну я говорю Как есть Все Да Поэтому Дворовый парень Просто Да Таких Таких Как я Было Большинство То есть Детей В меру Непослушных В меру Там каких-то Дерзких И Все мы Все мы Курили Все мы Выпивали портвейн Все мы дрались Что-то мы делали Ну хулиганство Это было что Хулиган Это что такое осмысленное Знаете Ходит человек Специально И пакостит И задирает там Всех Ну тогда не хулиган Беру свои слова обратно Виктор А что вам армия дала Тем более что Не секрет что вы служили К счастью У меня армия ничего не дала Потому что я служил во флоте И я ничего Этой армии не дал Нет Подождите Вам ничего она не дала Так я и говорю Что я во флоте служил А не в армии Я всегда поправляю Когда мне говорят Потому что у нас существует Советская армия И военно-морской флот Все Вот это я всегда Две разных планеты Поправляю Да Не обижайтесь Это я Хорошо Флот дал вам что-то Вот Да Флот мне разъяснил Что я являюсь Сугубо гражданским человеком То есть что делать мне там нечего Вот что мне дал флот Полезная вещь Да То что я закончил Военно-морское учебное заведение Это вообще чудо какое-то Что я его закончил Еще и служил Еще потом я умудрился Послужить несколько лет Но флот мне разъяснил Витя Ты человек флотский Но не военно-морской Гражданский Нормально Вот А как у вас Одинаковые взгляды На то что сын Должен служить Или не должен Вот именно Я как мать двоих Сыновей тоже Я сама говорю В армию пойдешь Да Когда он начинает Говорить одно В сердцах А что такого-то Ну что Нормально Сейчас я не знаю Как сейчас существует Статья Конституции Как у нас была Раньше Статья Конституции 15 статья Что служба В вооруженных силах Это почетная обязанность Каждого гражданина Советского Союза Сейчас же и женщины Хотят служить То есть И сейчас значит Каждого гражданина И гражданки Звучит конечно смешно Наверное будет Каждый наверное Житель государства Как-то сейчас По-другому все Поэтому надо сходить Послужить Наташа Вашим Нет абсолютно нормально Дело в том что Мы готовим ребенка Чтобы по крайней мере Он смог за себя Если что постоять В общем-то А он человек Не конфликтный Поэтому и так Конфликтовать не будет А если надо То за себя постоит Я так понимаю Что у него поиск Какой-то по карате Да Так что он за себя В любом случае постоит Служба в армии Не подразумевает Участие в боевых действиях Ну сейчас А отношения между мужчинами Участвуют спецподразделения Какие-то И к несчастью Оказавшиеся Во время боевых действий Просто солдаты Срочной службы Это совершенно неправильно Нельзя солдаты Срочной службы Было посылать в Чечню В Афган Или еще куда-то Только подготовленных Уже таких вот Поэтому Сейчас служба Подразумевает Нахождение В мужском коллективе В большом Где проявляются Черты характера Витя говорит Это надо кстати обязательно Где нужно выжить Где не мама Там за тобой Подотрет что-то И там становится понятно Кто ты Ну кто ты То есть Кто ты по характеру Какой ты И вообще можешь ли ты Называть себя мужчиной Не с точки зрения На амбразуру Я сейчас кину И сам гранат Мне всех закидает Нет Как ты себя ведешь В обычных ситуациях Когда там Не хватает еды Когда не высыпаешься Когда там разные Конфликты Начинается Вот для этого Нужно сходить В армию Наташа Ну вы молодец Что вы разделяете Конечно взгляды мужа Не каждая мама Так спокойно А что же я буду делать Ржать Не давай Наташа Капитанская дочка Да я с армией связана Она по гарнизонам С родителями Для меня ничего страшного В этом нет И тогда были проблемы В армии Мне папа офицер И приходил Я слышала О чем они с мамой говорили Всякое бывало Тут тоже зависит От людей От человека А ситуации Они всегда складываются В любое время В любом месте Я считаю В идеале Есть два варианта Для мальчика Тем более Сейчас год служить Ну что это Сходить послужить Вовремя В 18 лет Потом прийти И выбрать учебное заведение То есть после армии У тебя совершенно другой взгляд На жизнь будет Ну какие-то знания Все-таки Забудовка нет Повзрослевшая Повзрослевшая уже будет За этот год Очень сильно взрослеют Мальчики Очень сильно Изменяется Есть второй вариант Поступить в учебное заведение И потом послужить Гот офицером Тоже Вот это Нормально Ну у нас еще есть время Да Пусть думает Да мы не торопимся Куда Может когда он вырастет Может быть уже Как бы доктрина Наша военная Изменится Знаете сейчас Вот в эти вот Наши хитросплетения У нас Да у нас очень Вы знаете Вот в этом Ну хорошо ладно Не поженись Встретились Просто встретились Ну была вот она такая Потом что-то вот Ну что-то допустим Совершенно Появился В жизни Все мы меняемся Очень С возрастом Ну просто вот Может быть Женщина Наверное С вами Она повлияла На что-то Вот конкретно А тогда мне кажется Не очень влияла Потому что я Сама росла То есть он взрослел Я росла То есть как-то Потом мы вместе Стали взрослеть Ну хорошо А на вас Виктор Какой-то оказал Есть такой Да вот Закон Великий там Ученый Ньютон Да вот у него Третий закон Ньютона Самый такой подходящий Для семейных отношений То есть это К каждому Каждой силе Есть сила Противоборствующая То есть Ну вот это вот Ф Разделить на А Плюс Ф разделить на А И Б Там и так далее Там мы такие Удальники Ну короче Вот это вот К каждому К каждому действию Есть противодействие Вот проще Все Конечно Кто-то из нас В определенный момент Являлся планетой А кто-то спутником И кто-то кого-то Подтягивал к себе Своей гравитацией А кто-то к себе В определенный момент Мы стали Оба планетами Вот И между нами Такое Наладилось Нормальное притяжение Которое Не допускает Столкновений Таких Знаете И в то же время Гравитации Своей семейной Мы не даем нам Разлететься Подобеку Научная Мужчина Я даже не представила Я прям Говорит Я представляю У нас шарики Шарики такие Два с гелием Таких Наташа Тогда вы расскажите Подлиял он Все-таки на что Ну конечно У меня появился Мужчина в жизни Который Взял на себя За меня ответственность Понимаете Это же очень важно Когда мужчина Берет за женщину Ответственность И видите Был настоящим Всегда мужчиной И я Естественно Себя защищен И почувствовала Да вообще Я Ослабилась А вам Важно Как Наташа Выглядит Ну как Любому мужчине Да наверное Вы знаете Я настолько Видимо Уже Оборзел Что Она всегда Хорошо Выглядит Вот я хотела Сказать Да Я об этом Не думаю Вы сейчас Этот вопрос Задали Зачем ты Накрасилась Да Я настолько Видимо Уже Оборзел Другого слова Нет Что Это нормально Что она всегда Выглядит А по другому Я наверное Не знаю Ну вам повезло Крупно Наташа Действительно Роскошно Выглядите Что делаете Специально Какой-то Ну спорт Там Боюсь Даже спросить С таким режимом Не ну конечно А здорово В качалку ходить Лицо подкачать Грузик Гантельки Такие специальные Кстати Да Мало ли Можно придумать Кстати Слушай Нет уже Такой Качалки Для лица Не подкачать И не закачать Есть Официальная Гимнастика И зарядка Для лица С грузиками С гантельками Я имею ввиду Нет Это ладно Это мы знаем Нет ну конечно Не просто так не бывает Что я кушаю булочки Лежу на диване И так прекрасно Мне все Ну то у себя По крайней мере Там ну не диета Может быть Нет диеты нет Диеты никакой нет Я просто ем не так много Ну если я захочу есть Я конечно поем Если сладкое захочу Я поем сладкое Но не могу Каждый день Это себе позволить Потому что Ну тогда каждый день Надо будет совсем много Времени тратить На физические Поэтому нет Просто надо Немножко себя где-то Сдержать Где-то себе Можно позволить И расслабиться Ну а в общем-то Конечно все равно В тонусе Знаете Надо всегда Чтобы живот был подтянут Это да Всегда То есть ты сидишь Я говорю интересно Когда я сплю Он не подтянут Или нет Проверить На животе спать Даже я кушаю Я все равно чувствую Что мне пресс Нет иногда Вот бывает Наедимся Где-нибудь С Натальей Такое впечатление На живот ложишься Спать И думаешь На колобке лежишь Вот такой вот так вот спишь Он не на ежике Вот так У нас такой был Мы как-то Манты с ней наелись Всякие с тыквой С каким-то там С разными штучками И вот такой впечатление От жадности Знаете Принесли Еще говорит Мы будем Очень вкусно А ночь Ночь Нам уже через 4 часа улетают У меня такое впечатление было Что я лежал на пригорке Вот так Бывает конечно Наташа Вы дома готовите? Бывает готовлю Да Но не всегда конечно Нет Виктор любите? Я хочу попробовать Она готовит только дома А ну это Это уже хорошо Да Нет у нас нет такого Что Наталья домохозяйка Нет конечно Есть время Есть желание Я приготовлю У нас есть друзья Есть родня Где жены Вот 3 раза в день Кормят семью Это ужас Это вот Быт Зажрал Называется Это наверное все таки Позиция мужчины Я думаю Да 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 Конечно Конечно Такая ханская позиция Феодальная Нельзя так Мужчина все таки должен Женщина А потом говорят Что ты так выглядишь Нет А потом мужики начинают На стороне искать женщин Пусть лучше женщина будет музой Правильно? Ну Она должна все уметь На самом деле То есть с ней белоручкой тоже наверное быть нельзя Женщина должна уметь все Иногда Да То есть Разминировать Это минное поле И это тоже И продать эти мины И на эти деньги купить еды Отлично Скажите а бывает какое-то разногласие с сыном С Василием С вашим Сейчас таки такой возраст 14 лет Возраст Не просто очень по себе знаю Нет пока 14 нет Ему 13 Ему 13 Да Поэтому начнется вот это вот Забычивание небольшое Оно как раз в 14 начнет Ну есть конечно Ну я знаю Ну что я То есть уже есть конечно Вот именно это да Вот именно она тоже правильно сказала Да Вот такой Ну ну Да Ну в этой ситуации Кто вот папа больше Тут начинает Кайки закручивать Я могу конечно на него Так цыкнуть Но если что Посерьезно Говорит Так к папе пойдешь Все к папе Все 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 нормально Все делается Как тиски работают Со всех сторон То есть вот так вот Вася 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 Все Понял Разногласий нет Нет Они может там и есть у него Понятно что ребенок Человек совершенно Как бы Самостоятельный Не договариваетесь Да все таки Больше вот Вася Не 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 Мы всегда разговариваем Всегда ему что-то Нет у нас Вася громче Не бывает все Да там Достаточно сказать тихо Ну строго Ну нам повезло Он послушный Да И конечно Он не такой Что значит даже если Где-то мы там его Немножечко пожурили Там что-то даже отругали У него нет такого Чтобы он сидел Закрылся там Или что Не он уже через 5 минут Мам пап Там чего-то То есть нет вот этого Каких-то обид Я потому что Я с ним разговариваю Говорю Вася не надо обижаться Это бессмысленно обижаться На людей А тем более на маму нас Папу Ну что нас обижаться Водолей Вот такой воздушный парень А подарки какие дарите Ну я имею в виду Какие-то поощрения есть Ему? Да У него есть всегда Желания какие-то Но вы как поощрения Поощрения никогда Там некоторые там Дают детям Мусор вытащил 5 рублей тебе Это ужасно Залез на горку На детскую 100 долларов Да Представляете Мы как это увидели То есть за что-то У нас это Враток Когда он Занимает Первые места На соревнованиях Расскажите пожалуйста Не расскажем Вот Виктор Для вас Что такое Любимая женщина Вот понятие Чья любимая женщина Ваша Моя вот она сидит То есть все Все здесь вот Все в полном наборе Да Наташа для вас Да мне тоже А иначе Как мы могли бы Столько лет прожить Если были какие-то Другие взгляды И хотелось бы Что-то другого Я же подводник У меня же она подводник Куда денешься С подводной лодки Все А все-таки Что вот нужно Для того Чтобы сохранить семью Ну даже вот Молодые пары Начинают сейчас жить Да Встречаются жить Жене цераном Вот что Какой им совет Чтобы все-таки Совет и любовь Да Принестить Деньги нужны Ну правда Может быть Все равно Такой опыт Семейный Уже большой Вы не слушайте Вы не слушаете меня Деньги Деньги Убеждены Нужны Деньги Для комфорта Может быть Для строительства Изначально В первую очередь Да Наташ Вы тоже согласны Да Ну деньги Это немаловажно Конечно не важно Не самое главное Хорошо Но бывают И возможности все есть И все равно Люди расходятся Да нет Конечно Надо иметь желание Быть вместе И все Когда желания Офигевают От возможностей Нет Ну понятно Если у вас нет ссоры Нет конфликтов Наверное Конечно Сложно понять Но бывает Нужно где-то потерпеть Или уступить Нет Да есть у нас Мы все равно Мы можем Куснуть друг друга Но Дело в том Что мы нельзя развивать Это ни в коем случае Вот это и хочется сказать Что нельзя ничего развивать Потому что потом идут Всякие Обидные слова И это все равно Откладывается где-то Они накапливаются В каком-то месте Нашего сознания И все И потом это идет На разрушение И чем дальше То есть чем ближе Люди друг друга узнают И чем больше времени Находится Тем соответственно Накапливается больше Потому что И уже знают друг друга И уже пытаются Как-то правда Уж посильнее укусить Посильнее Ну кто-то из вас идет же На компромисс Наверняка Или нет Ну конечно Нет У нас даже И компромиссов нет То есть у нас Мы не развиваем Все что-то Компромисс это уже Когда что-то такое серьезное Когда нужно решать Что-то Садиться за стол Переговоров Нет-нет-нет Мы договорились Мы договорились изначально Давно Да Давно Вот как начали встречаться Мы договорились А ну так все-таки Была договоренность Какая-то Была Что никакой пионерского лагеря Тогда Ну просто у нас такая Мы сказали Что мы в молчанку Играть не будем Это хуже некуда Молчать Себе надумывать Потом что-нибудь ляпнуть С лицом ходить недовольным И чего Он пойдет искать Довольное лицо Хотите анекдот смешной расскажу Значит выезжает на отдых Семья чиновника И они все выбрали себе местечко И много там чиновники Туда поехали отдыхать Вот он со своей женой С такой с теткой Чиновник И вот они приходят на вечер На этот На ужин на праздничный И его жена А это кто? А это вот глава администрации А это что за тетка С ним рядом с этим Это жена А это что за девушка Такая молодая рядом Это любовница И вот так всех переспрашивает И у всех вот это вот Головная администрация Оттуда это его жена А это любовница Она уже так Говорит Слушай, а твоя-то где любовница? Он такой А вон, говорит, около окошка стоит Она так поворачивается А наша рыженькая симпатичнее К чему я это все говорю Что мужчины все равно Но не нужно вот эти вот отношения Устраивать в семье Любовница Если понимаешь, что в жизни Дальше ничего уже не получится И не надо продолжать это все Я все время всем задаю Один и тот же вопрос Наш традиционный Так как программа Называется Семейное счастье Надо же Да Поэтому все время спрашиваю Что для вас Семейное счастье? Вот что это такое? Деньги А мне был бы А мне был бы Милый рядом Ну Мне смейное счастье Чтобы мои мужчины Были Правда рядом А будто Одеты Накормленные И Довольны Довольны мной А будто Одеты Накормленные Рядом Довольны Это Финансовая составляющая Как не верти А для вас? Жизнь такая вот она Штука многогранная очень А любовь вообще там А что для меня? У меня Я даже задуматься не хочу об этом Вот не хочу думать И анализировать Вот это Совсем не надо Вот так вот Есть Вот так и хорошо Вот Ну то есть вот как счастье Сейчас так вот оно и есть Именно счастье Вот так вот оно должно быть Да А вы вообще верите в судьбу? Есть для вас что-то такое Вот Слово судьба допустим Судьба это Такое Я не фаталистка Нет? Я знаю что можно Да-да В чужую судьбу я верю В свою Что-то неохота Тоже надо поработать В общем что-то Все можно изменить Дело в том Что все мне кажется Вот все там Вот моя судьба Если ты сам изменишься И можно тоже изменить А уж в какую сторону Ты собираешься меняться Такое будет меняться У тебя ситуация А у вас получается Что вы действительно Полностью все интересы И все Ну да Это действительно редкость На самом деле Видите меня футбол не смотрит В баню не ходит Так это вам повезло Оказывается Рыб не ловлю Рыб не ловит Понимаете Я не каннибал Весь отдых мы проводим вместе Поэтому конечно же А я если пойду Ну только чисто Вот по каким-то там Ну я должна за собой ухаживать Это буквально Это не знаешь Я на весь день ушла Все Меня не трогайте Меня не видно Такого нету Я ушла Пришла Все я дома Я должна это успеть Я это успеть Я и жена В общем я могу сказать В общем я могу сказать Вам друг другом Очень повезло Да Настолько гармоничная Бог узнает Пока да Как вот ездят же в Росе Отдыхать Да у нас Видимо ситуация такая Да Я даже не представляю И как я буду отдыхать Ждать Мы не можем Все равно Понять До конца Тех людей Которые работают Каждый день Ездят на работу Там В определенное время Ждут выходных Чтобы в выходные Потом Мужчина с друзьями Или в гараж Там Засинячить чуть-чуть Или там на рыбу Типа куда-то еще Или еще что-то такое Я Это не знаю Жен На женах Висит вот этот быт Тяжелый И они должны еще успеть Тоже на работу сходить Да Потом им еще достается Ах ты какая Вот свидел Как та выглядит Мы из этого вырвались Тогда еще И нам повезло Потому что Наша работа Так называемая Кто-то нашу работу считает Не работая Какие-то Дармоеды какие-то Вот Конечно Да Нам Нам легче Нам легче То есть Я еще раз скажу Мы многое можем себе позволить Правда Да И я так понимаю Что семейное счастье Оно как раз То что у вас И есть И правда Ощущение от вас В любом случае Надо построить Но у нас есть друзья У которых Не все так Гладко С точки зрения Там финансово Не все так гладко Немножко это Ну Прекрасная семья Да Моя жена работает Можи работают Но вместе они Потом отдыхают И все успевают И все делают И с детьми ездят Поэтому Да Все по-разному Каждый строит свое счастье сам Вот на этой прекрасной ноте Хотелось бы закончить На какой прекрасной ноте На том что Каждый делает свое счастье сам На интервале давайте закончим Потому что интервал Это двое Это что? Ну Говорит на ноте А ноте А я думаю, что последует интервал. На терции. Терция всегда звучит более позитивно, чем... Нет, на кварте все-таки. Кварта более такая... Не на ноте сказать. Не на ноте, а закончим на интервале. Хорошо, на этом интервале мы и закончим нашу программу. А в заключении мне хочется пожелать. Любите друг друга без оглядки на обиды. Понимайте и прощайте друг друга во всем и всегда. В этом и есть семейное счастье. Субтитры подогнал «Симон»